Слава Украине! Привет всем от Полонского! У нас на телеграм-канале сейчас размещено видео, одно из первых видео, применение дронов камикадзе, украинских, против рашистских танкистов. Там так красиво это все показано, вживую, есть видео с дрона, который это снимает, есть видео непосредственно с дрона камикадзе. Интересно, что я не знаю, какой именно дрон использовался. Дело в том, что сейчас у нас есть на выбор несколько видов этих самых папилатцев, скажем так, и есть дрон Валькирия, это украинского производства, шикарный дрон, попал в танк, танка нет, вместе с экипажем, понятно. А есть несколько видов американских дронов, это Switchblade 600, и есть еще, называется Denver Host, по-моему, так. То есть, два американских вида и один свой. Это как минимум, возможно, есть еще какие-то. То есть, тут такое дело, но любое попадание вот такого дрона в танк, оно для него оказывается последним. Причем абсолютно неважно, в какую часть танка данный дрон попадает. Очень красивая работа, посмотрите, пожалуйста, очень красиво у нас на телеграм-канале, это все видно. Ссылочка находится снизу. Вот, и надо сказать, что я еще посмотрел, как работает... Рашисты попытались создать подобный дрон Камикадзе. Он у них называется, по-моему, Куб. Ну, знаете, вот они криворукие. Вот как хотите, но у них руки растут не из плечей, как у всех нормальных людей, а из того места, которое ниже спины. И я даже посмотрел, как у них работает этот дрон. Вот они пытались попасть по нашей гаубице 777-й. Тоже есть видео где-то у нас на телеграм-канале, уже искать не буду. Короче, этот дрон промахнулся метров на 8, попал рядом, хахнул. Никого даже не ранило, никого не задело, пушки ущерб не нанесен. Но вот это показывает точность и электроники, и наведения, и так далее, и так далее. Дело в том, что Россия, по всей видимости, использует для наведения этих дронов свой этот вот ГЛОНАСС, который, сами понимаете, какой. Он же сделан теми же самыми людьми, которые делали автомобиль Москвич. Ну, все, больше ничего уже объяснять не надо, да? Вот, и этот же дрон Куб. То есть, Россия производит большое количество никудышней техники для тупых солдат, которые там пушечным мясом идут в атаку. Но что-нибудь точное, что-нибудь такое, которое работает, знаете, вот как свитчблейд, он в форточку залет, в маленькую форточку залетает. Такого вследствие полного отсутствия своей собственной электроники и природного, так сказать, отсутствия ума у них не получается. Слава Украине. Героям слава.